Способность к великодушию требует гораздо больше усилий, чем свойства эгоизма надевать любые маски, в том числе ненависть и безразличие, а усилие любви превращает эго в благо, в желание и дар, ответить миру «да». Я знала, что чувство радости, тепла, органичности снова охватит почти каждого, кто кажется внутри этого состояния, счастья на той счастье, что оно выстрадано и мимолюбно, и все же что-то настоящее для меня свершилось раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Тогда больше всего запомнился сгоревший виноград, много неба и меньше крыш, перерезанные глотки домов, сгоревшие угли винограда, похожие на зрачки ночи, высохшие жилы трухлявых лоз, голькие на вкус, при малейшем прикосновении превращающиеся в пепел. У раннего Бродского есть строки «Человек приходит к развалинам снова, всякий раз, когда снова он хочет любить». Развалины говорят о нас и времени гораздо больше правды, чем свежеотстроенные дома. Развалины открывают небо. В этом говоре есть беспощадный трезвый голос Всевышнего, чья милость, по словам израильского поэта Иегуда Михая, неисповедима. Найти настоящее можно только в тишине. Иногда она наступает после сильного грома. Отпадает ненужная горка стен, спадают маски, рушится привычный образ жизни, обнаруживая новое небо и новую землю. И бывая иной раз в том месте, куда ведет эта дорога, я часто вижу его таким, каким встретила и запомнила после августа 2008 года, когда было меньше крыш, много неба, на фоне которого чернел виноград. Играет музыка Играет музыка Это регион Шидокартли, внутренняя Картли. Можно сказать, что это сердце Грузии, откуда произошло само название Грузии, Сокартфелло. Пять лет назад, чуть больше пяти лет назад, здесь была война. Были ракеты, летали снаряды. Там дальше еще очень много разрушенных домов. Вот там был разрушен во время августа 2008 года монастырь. Монастырь. Внутри находился митрополит с людьми. И в это время началась воздушная бомбардировка. 32 бомбы упала на монастырь. Сгорела анимационная студия. Сгорел варит епископа 9-10 веков. Осталась церковь, слава Богу, не тронутая, 5 века изначально. Через пять лет после войны в сентябре открывается третий международный фестиваль анимационных фильмов, который называется по названию «Села Никози». Это Никовская епархия. Епархия, которая существует с 5 века. И в общем понимаешь, что на самом деле главное не стены, а главное люди, которые дают дыхание этому месту. И что-то такое невидимое, что существует. Об этом говорят уже три года подряд гости, которые приезжают сюда из разных стран. Среди них и мэтры, и классики. Гарри Бардин, и Александр Петров, и Витальд Герш из Польши. И Андрей Кжановский, который приехал на третий фестиваль. Гарри Бардин, Петров, Алдаши были на прошлом фестивале. И гости из Аляски, американцы, которые были на первом фестивале, пели на грузинском языке. Юрий Норштейн назвал этот фестиваль «Улыбка любви и духовным лекарем». Он обратился к этому фестивалю с письмом. Место удивительное, люди удивительные. И в общем, сколько с кем не говоришь, в течение всех этих трех лет понимаешь, что у всех начинается какая-то эйфория. В месте, где была война, в месте, где было очень много бед и разрушений, возрождается что-то духовное. Вырастают какие-то невидимые ростки новой жизни, которая настоящая. Субтитры создавал DimaTorzok Это колокольния 17 века. В общем, это, можно сказать, гораздо более новая постройка, чем по сравнению с церковью, которая стоит рядом, и 5 века изначально. Ну, за века, конечно, церковь разрушалась, перестраивалась. Здесь святыниковский кафедральный собор. Здесь похоронен первомученик Рузи, святой рожден, который был персом, наставником жены царя Вахтанка Горгасали, основавшего эту епархию в 5 веке. Которые были мученической смертью своих бывших санитических. Церковь осталась нетронутой во время войны, и колокольня тоже. Стены сохранили следы столетий. Каменная мощь храма сочетается с природой. Каждый камень индивидуален и неповторимен. Кое-где можно найти древнюю надпись или орнамент. Вообще, следность с природой, с ландшафтом – одна из главных особенностей церковной архитектуры Грузии. Иногда не только архитектуры. Дети из Никосской школы искусств, созданной при епархии митрополитом Никосским и Цхинвайским владыкой Исаией, любят рисовать эту церковь. Как-то художник проводил с ними мастер-класс. Рисунки вначале были серо-коричневыми. «Внимательно присмотритесь», – говорил он им. «Здесь каждый камень разного цвета и размера, и вместо прежних рисунков стали появляться другие. Дети дофантазировали цвета, превратив церковь в источник света, в мозаику непредсказуемых красок». На фестивале много говорят о любви друг к другу, и это на самом деле непростые слова. Тут трогательность без сентиментальности, единодушие без единообразия, тут поются песни на разных языках, тут все любят у друга, причем совершенно неподдельно любой. Вот здесь проходит фестиваль. Этого дворца пять лет назад не было, оставались только стены. Изначально здесь был дворец епископа с 9-го, с 10-го веков. Конечно, какое-то время и раньше было разрушено в советское время, и потом это было восстановлено, но вот стены остались, после воздушной бомбардировки ничего больше не было. Через пять лет в нем проходит сейчас показ фильмов, фестиваль, открытие, закрытие фестиваля об уцерывании, где живут беженцы. Спасибо за субтитры субтитры субтитры. Я очень люблю и очень рад, что вы приехали сюда. И что новые гости особенно. В прошлом году было представлено у нас, конечно, польское государство, Польша, Россия, из Украины были, Белоруссия, конечно, с первых же годов. И сейчас вот прибавились итальянцы. Болгария и Германия. В Германии в прошлом году присылали фильмы, Дрезденский фестиваль. Нихозы постепенно так развивается это все, что, наверное, здесь можем проследить, что происходит в мире анимации во всем мире. Как-то. Андрей Дзжановский. Дзжановский is here. Наталья Орлова и все из России. Все должны были бить на Кроке, наверное. Приехали к нам. They had to be there at Kroks festival, but they let them be there at Kroks festival. И в Белоруссии тоже, по-моему, там на Крок собирались, но приехали к нам. Благодарю вас всех, что это прибитие вашим, вашим присутствием. Ну, это фестиваль как-то живет и существует, и вот в этом наша какая-то вот общность и дружба. И благодарим посла. Очень рада, что мы здесь с Тунино. Потому что вот эта улыбка Тунино, это далеко не все, что рисовал Туриночка. Вот эта улыбка, сюда, в музей, его цвета, его сказок, практически здесь он выступает как художник-мультипликатор. Я благодарна вам, что вы нас приняли с нашим президентом Карл Санчизи и Лутиана, его женой, которые приехали из Сахталии, как ни странно, оставили венецианский фестиваль. Они оказались здесь, но мне позитивно. Тунино называют Андрея Харшановского «сумасшедский». Он говорил так, и благодаря ему это и свершилось. Я назову вас Дейского по-итальянски. Поклону вам большое за ваше громадное дело. Присутствует на этом фестивале своим творчеством, своими вымыслами, своими изумительными рисунками, своим голосом, своим духом. И как хорошо, что приехала Лора, и она об этом наверняка будет рассказывать, но ей кто-то мог бы и не поверить. Но она с собой привезла двух свидетелей. Так что я думаю, что теперь вся Италия должна знать, что есть такое место, изумительное, как Никозия, где была Лорочка, были наши друзья общая станина. И главное, Болтанина. Для нас, и для меня, в том числе, это большая радость, что вот сейчас мы с Андреем стоим вот здесь, в Никозе. И после такой экспозиции мы окунемся в мир Хриновского, который полен благодарности. Андрей, спасибо тебе, что ты приехал. Спасибо. Прошу. Я счастлив, что мы с Машей приехали сюда, потому что это действительно самое, по-моему, замечательное, это то, что это не поддается описанию, но то, что свет пронзительный, вот как такой световой столб, как свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знамение себе приковывает взор. Этот световой столб мы увезем в душе. Это пример того, чем должно заниматься искусство, то есть попадать прямо в сердце. После войны один дом только у нас и не было зданий у нас. И губерния позапрошлым году с их помощью как-то передала нам здание детского сада. Четвертая часть этого здания была восстановлена с помощью наших европейских друзей. Губерния с такой организацией, они помогли. польский посол здесь часто бывало, паня ушла, однажды она перевела и японского посла тоже в них и вот с японцами как-то связалось это отношение и после того бедствия, которое произошло в Японии, после этого они сказали нам, что вот если хотите заносите к нам проект восстановления для школы этот проект и несли мне туда этот проект и они восстановили. вот сейчас мы поедем туда где посмотрим вот эту школу где наши дети уже целиком переедут туда и там дети покажут нам у нас есть театр теней тоже дети занимаются этим и несколько миниатур они будут показывать в той школе. дети везде дети чему будешь обучать они то и будут изучать и такая возможность чтобы везде тот талант который есть которое вложено в них чтобы они как-то выявили свои способности такой возможности нет везде той же помощи как-то мы создали школу искусств и наших детей в том среде где они живут у них есть возможность прийти и попробовать ему себя и в этом процессе как-то во всяком случае у нас такой замысел что человек находился у себя вся эта атмосфера все это отношения людей друг к другу ощущения людей друг к другу ощущения это какой-то тональный задал владыка который придумал этот фестиваль вместе со своим учителем Гелой Канделаки и она остается и она передается из года в год и происходит какое-то преумножение любви что есть наверное в этом есть какая-то детская радость христианства та самая любовь о которой говорилось Евангелие христианства христианства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok